Встреча с сказочной Канадой Это и бойскауты, которые продают лимонад. Ну вот и Кирилл и нашел первую точку с классом. И пацан с грималой вообще просто сидит и продает. Ну а что дорого все в Канаде, поэтому надо продавать, зарабатывать. Ты там говорила, работы у тебя нет? Ну бери пример. С малого. Смотри, нормально. Лимонад продает. Лимонад, конечно, вот такая. Человек зато сделал и старается. Делали коктейль, наверное, заработали. За крышей. Ты думал, ты им хотел зонтик предложить от солнца? Блядь, я говорю, крыточку крышевать, блядь. А что, малые? Не приставали? Не отбирали заработок? Да. Особенности работы в Канаде. Были в магазине. Шоперс Драгсмарт. Шоперс. Парфюмерия и косметика. Ну да, вот это. Парфюмерия. Хотели купить Вики Духи. Просто чудачка вышла такая. Духов нет. И пошел. Все, блядь. Так, я тоже могу так работать. Реально. На работу надо туда отправить. Я мыкаюсь там по этим IT-фирмам. Сидишь где-то в подсобке, блядь, с ноутбуком, смотришь там ютубчик. Идешь, просто такой, вышел, говоришь, и пошел. Все, как бы, ну. Второй раз я в кофейкад отбился, бегаешь в студию, выходишь, говоришь, у нас нет товара. Все. И все. Надо узнать, сколько платят за такую работу. А какая разница там, как минимальную зарплату, я считаю, нормально за это снимать. За семнадцать баксов в сутки. О, в сутки. Семнадцать баксов в часы. Работа там. Я не спичал, побежал. Нет, у нас товар, это все. А ты тут резюме составляешь, да? А ты составляешь. Уже какое по счету? Кстати, я не знаю, скачали там тулзы. Кому надо, есть тулза, я прикреплю ссылку к этому видео. Потому что я не помню, как она называется. Короче, это онлайн-сервис. Ты можешь написать поддержку, тебе вышлют код. Хотя я даже код прикреплю. Я думал, там действительно индивидуально какой-то код присылают каждому обратившимся. Нихуя. Там один код на всю толпу. Вы регистрируетесь. Смысл этой тулзовины. Ты составляешь резюме шаблонов просто. И оно тебе подсвечивает там, что не так. Выделяет там, где там фраза не такая. Надо расписать. Сколько ты процентов, блядь, прибыли принес компании. Ну вот именно. Если ты просто пишешь. Я тип, который, блядь, разработал там какой-то микросервис. Она тебе пишет. Нихуя так не катит, блядь. Напиши там в процентах. Какой там профит. Туда-сюда. В общем, всю эту шляпу прогоняешь. Все свое резюме прогоняешь через этот тулзовинов. Я думаю, все, блядь. Жизнь удалась нам. Сейчас, блядь, просто. Сейчас, как начнут, да, писать, звонить. Телефон будет красный, блядь, батарея не будет выдерживать. Ну просто именно. Как твоя футболка. Просто вот всем, блядь, на собеседованиях. Уйду с курсов английских, блядь. Буду, блядь, на звонках постоянно. Вот как присылали, блядь, извините. Вы охуенный. С охуенным бэкграундом. Все. Ну и, блядь. Мы решили продолжать без вас. Девчонка одна рассказала, что она тут уже год здесь пытается project-менеджером устроиться на работу. Ей сказали, блядь, подруга. Если бы хотя бы даже у тебя, блядь, был опыт работы где-нибудь в Тим Хортенсе в Макдональдсе, блядь, канадском. Но у тебя был бы канадский экспириенс. Вот ты бы залетела на... А так, типа... Иди сначала в Макдональдсе поработать. Что это, блядь, это выглядит? Люди думали, нихуя себе. Мы, блядь, параши мы в этих самых... А ты сразу хочешь project-менеджера? А вы сразу понаехали тут, блядь. Сразу им подавай project-менеджера. Нет, иди сначала парашу драй, блядь. Потом тебя на бургеры переведут, может быть. Потом на клининг. Потом в торташ. Потом на... Клининг менеджер. Карвош-девелопер. Есть такая вакансия, карвош-девелопер. Непонятно, почему карвош. Есть такие моменты, которые веселят. Ну, хотя, хули, если скулить вот это, блядь, то можно сразу себе, блядь, скрывать вены. Куда-нибудь, блядь. Под мостом, Жанна, дерфок. А так, я не знаю, если честно, каким способом еще люди находят работу. Мне сказали... По знакомству? Обрастай связями, да. Надо обрастать связями, где там людишки могут тебя устроить на работу. Не, на самом деле это прикол, потому что... Это просто я так преподношу, потому что если я буду унывать, блядь, сейчас плакать в подушку, блядь, я что себе найду. Но вообще, да, вот так вот работает эта тема. Твое резюме просто, блядь, попадает вот куда-нибудь, сука, в стопку, блядь. Мне чувак прислал... Говорит, ты что, не прикалывался? Ты не шутил там? Ну, кореш, прислал мне скрин, блядь, где там, блядь, на одну вакансию, сука, 200, блядь, человек. Я говорю, так это мало еще. Я могу скринов наебашить, где там, блядь, по 400 человек, блядь, кандидатов, сука, на одну вакансию. И вот просто твое резюме куда-то, блядь, вниз залетай, вот эту, сука, стопку, блядь. Тебе надо человек, да, просто вот это вот нетворкинг, который человек придет, блядь, достанет твое резюме и скажет, вот, блядь. Вот это вам почитайте. Почитайте это, потому что, блядь, 400 человек, я ебу. Это только собеседование, блядь, полгода можно проводить. И когда ты дойдешь до последнего, ты уже забыл, блядь, о чем первый. Просто это надо видео записывать постоянно, чтобы ты потом... А, блядь, когда просходишь все видео и думаешь, что ну его нахуй, блядь, все. Знаете, как вот это вот приходит чувак, говорит, уволить, блядь, вот этих, вот этих и вот этих. И секретарша спрашивает, а чего? Говорит, не люблю, сука, неудачников, блядь. Это вот здесь по такому же принципу это работает все. Так, ладно, все, я пошел, у меня урок английского. Чтобы пообщаться с канадцем, нужно владеть английским языком. Это очень импортно для сегодняшнего экономии, особенно, что у него prices are very, very reasonable. И много лет не заняло, чтобы эту идею create и построить наконец-то. Номер один – что ты учишься о ноте-текинге. Это выглядит, как график, диаграмм. Сейчас я пытаюсь объяснить мою мнение, что я учусь о ноте-текинге. Я думаю, что ноте-текинге очень важно, чтобы получить информацию. Ноте-текинге стратегисты, как у вас, это моя любимая. Я могу фокусироваться на моих идеях, кейвордах. Спасибо, Кензи. Ты на уроке? Так, блин, здесь идут пилоты-самолеты. Не показывай, блин. Пилоты-самолеты. Еще раз. Пилот-самолета. Космического, блин, аппарата. Куда летишь? Что ты тут делаешь? Лечу, блин. И как проходит полет? Хоротко дум, как мы учимся. Ой, блин. Что у них, сука, в башке, блин? Сегодня или день просто такой, или... Вот реально, сегодня... Вы просто ехали в спортзал, там дед в машине, но его не пропустили, да, за рулем. Мало ли, чувак, блин, завтыкал, может, еще ж... Не, ну я не знаю, я не видел, может, он плюнул... Блядь, я хуй его станет, когда он его замечает. Тут ему начал факи тыкать. Ну реально, дед уже, он, сука, внуков воспитывает. И вот факи тычет, блядь, в окно. Заедешь, думаешь, диву даешься, блядь, что? Я иногда могу спылить, могу спылить, могу спылить. Сиди там, сука, ставь печать. Нехуй на меня смотреть, блядь. Сука, ну это пи***ть, блядь. Ну как, сука, можно, блядь? Посмотри, пиз... Это пустыня, это пустыня, ю... Блядь. Сколько он до поворачивал? Он пятнадцать, наверное, поворачивал, а он все это время депут дыкал факт. В связи с последними событиями, когда дед застрелил своих... Ну, кстати, да, в стране... ...тенантов, надо опасаться. Странное поведение, в стране, где разрешено, блядь, огнестрельное оружие, так вот свободно вообще не следить, вообще ни зачем, ни за своими действиями, блядь, просто ты... Потому что он окно откроет, у него там обрез, блядь. С окна выстрелит, блядь, и на этом все закончится. Я говорю, насколько я могу вспылить, как... Надо же все равно делать поправку, там, человек, ну, завтыкал, там, мог, это, типа... Стоп-сигнал, и приедешь, блядь, жараху. Чуть-чуть отвлекся, и ты же знаешь, в чья очередь надо ехать. Вот буквально, нельзя, телефон тебе зазвонил, или просто там отвлекся, задумался, и... Ты же знает, блядь, кто там едет в этой очереди. После четырех часов оттуда выехать, ну, это просто. Туда все привозят, в основном, там, детей на хоккей. На тренировки. Да, на тренировки. И ты-то можешь реально на полчаса зависнуть, и вот, ну, прикиньте, очередь с четырех сторон, блядь, хуярит машин по двадцать с каждой стороны. И ты чуть гаву поймал, там, куда-то, там, вообще, и все. И ты уж кто куда едет. Иногда просто так смотришь, что вот ты начинаешь уже постепенно привыкать, Блядь, ты не обращаешь внимания, там, вчера ехали, чувак просто... Ну, вот на остановках у нас, блядь, по улице, у нас просто на остановках не скамеет. И, блядь, тип просто, ну, нормальный чувак, там, пацан одетый, все, там, не то, что там бомжара какой-то ход. Он просто, блядь, надо ждать автобуса, он сел на асфальт и сидит что-то там в телефоне. Они в школах, в коридоре тоже все на полу сидят. И когда обедают, сидят на полу. Ну ладно, хрен, ну ладно, в школе еще там, вот, смотри, два ДТа. Один не пускает второго. Вот просто так. Кстати, а что там говорили? Мы френдли, да? Годдам, fucking red plates! I know y'all don't have any corners in Alberta, but we do here! So stop fucking slowing down to 40 every time you see one! Eww, nice Tesla, ya fucking hippie! You know it takes less resources to build a pipeline than it does to mine all that fucking lithium in your battery, eh? Hypocrite, fuck-ass. Oh wow, they're from Alberta, eh? It's pretty impressive they made it across the entire country without learning how to FUCKING DRIVE! Holy fuck, bud, how many pieces of Saskatchewanese farm equipment am I gonna get stuck behind today? God fucking damn it! Fucking Quebec drivers. Fucking Quebec drivers. Fucking Quebec drivers! More fucking Quebec drivers! Hippity-bye hippity-hoo! Fucking Quebecity! Fucking Quebec drivers! Well, at least it's not a log truck. The fuck! The fuck! The fuck! Why the fuck do you people come here when you don't even know French or how to fucking drive, tabelnac? Hey, how did they get up here? There are no roads that come this way. Ooh, look at the fancy Manitoba driver without a breathalyzer in their car. Must be fucking nice, bud. Hey, trying to get stabbed on the way back to Winterpeg, eh, dipshit? I'm not standing there. So, I'm going to go here. And this is what's the일 of my car doing. I'm not holding, I'm going to go there. I'm going to go there for the sanitaire, I'm going to go there for granted. I am going there for a while! он раньше приехал. Вот, понимаешь, вот эта доля секунды ты подъехал и ты должен, блядь, просто... Ну и каждый как, кто оценивает, да, на их на своё усмотрение. Не то, что всё, всё, всё. На своё усмотрение, получается, как ты решишь. Кто поднял голову, блядь, и определил, чтоб он это, поставьте, сука, чуваков с флагами, блядь, как на это, блядь, на гонках, чтоб они определяли, кто на финише, блядь. К какому я прихожу выводу, вот, узнать, что не так с людьми, ну, может, так, я не знаю, или с нами что-то не так. Почему не сделать шаг наперёд, предугадать, блядь, почему вот надо решать проблему, вот когда она уже случилась. Ну, неужели так сложно, блядь, просто на один шаг вперёд подумать, когда ты в этой автошколе, блядь, когда тебе рассказывают зелёный свет, блядь, закрой глаза и едь. Если случится авария, ну, потом будете разбираться. Ну, почему нельзя притормозить и не сделать поправку на дурака, блядь? Ну, вдруг человек там завтыкал, там, после смены, ещё какая-то хрень. Леон убивает от полиции и не будет останавливаться. Ну, пиздец, блядь, просто сделать, вот, просто притормозить и посмотреть, убедиться, что никого нет со стороны. Нет, блядь, сначала, блядь, разъебёмся, а потом будем решать, блядь, проблему. Ну, короче, так. Он пытается защитить тебя, систи. Как бы, да, сегодня такая жара реально здесь, просто именно, я не знаю, трясаточка, наверное. Сюда мы пока походили, походили, уже и всё, уже ничего делать не хочется. Пора ехать, затариваться пивом, мороженым. Ну, у нас была важная миссия встретить наших роддировцев. У нас была сегодня встреча со сказочной Канадой. Это гусей имеешь в виду? Нет, я имею в виду наших друзей. Ребят тоже свой, они сейчас в роддире живут. Здесь проездом были, приезжали там. От работы у них всякие там интертейменты были. Пригласили встретиться, тогда мы в парке погуляли. Как тебе пух тополины? Блядь, говорили, что здесь пух, что ты, блядь, мы только когда зимой сюда приехали, мы такие, когда увидели тополя, аж просто паники были. Спрашивали там, а что, как, вы что гоните, как здесь всё тополя засажено, один тополян. Все говорили, нет, это не тот тополь, это ж нет, там пуха здесь нет. Ага, это не тот тополь, блядь, покажи, Иван. И это ещё самая такая лёгкая часть парка. Конечно, это не тот тополь, у нас он так не летит. У нас он просто, мне кажется, не в таком количестве всё же. Я вообще не понимаю этого пуха просто. О, да, много смотрю, он прямо в траве весь лежит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кирилл приехал медведей искать? Нет, Вика, я приехал, потому что ты сказала, поехали, блядь, в 6 часов вечера, поищем все приключения на жопу. Ну да, самое время сделать селфи с медведем. Ты рано в туалет идёшь? Я пойду поспу. Ты прочитал правила поведения со встречи с медведем? Да, очень важно. Притвориться мёртвым там советуют. Я думаю, у тебя будет такая возможность, блядь. Если ты встретишь медведя, мне просто предвариться мёртвым. Давай на лавке тут посидим. И всё. И тебе куда-то идти. Какие медведи? Он тут людей целая куча. А вон ещё одно. А вон ещё одно. А вон ещё одно. Субтитры подогнал «Симон» 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 Здесь в 10 вообще именно, еще не поймешь. Знакомым приезжаем иногда, ну к местным канадцам. Потом смотришь на часы, такой день вне часов вечера. Блин, мне что-то рано спать, ложаться. В отличие от нас. Круто, конечно. Круто, конечно. Круто, конечно. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!